9 июля Православная Церковь празднует явление Тихвинской иконы Божьей Матери. Как гласит предание, Тихвинская икона была написана апостолом и евангелистом Лукой. В V веке она была перенесена из Иерусалима в Константинополь. Но в XIV веке икона из Византии чудесным образом исчезла и явилась над Ладожским озером. Образ, который двигался над водой, увидели местные рыбаки. Святая икона сама указала место своего пребывания за речкой Тихвинкой, где и следовало остановиться и обрести храм. В том месте, где икона была обретена, сначала построили деревянную церковь, а потом возвели мужской монастырь. Святой образ не один раз спасал город Тихвин и расположенный в нем монастырь. На Руси Тихвинская икона очень почиталась. С нее сделали несколько списков. Тихвинскую икону не зря называют заступницей. Есть также легенда, хотя и не подтвержденная, что во время Великой Отечественной войны, перед наступлением немцев на столицу, с одним из списков Тихвинской иконы на борту, Москву облетел самолет. Известно, что икону Богоматери неоднократно пытались украсть, но она все время давала отпор недоброжелателям. Также она защищала людей и исцеляла многих раненых солдат, которые сражались за нее. Тихвинская икона Богоматери всегда считалась защитницей семьи, покровительницей отношений между родителями и их детьми. Отцы и матери просят у иконы защитить детей от всего дурного, укрепить их здоровье. А будущие матери молятся у святого Лика об удачном зачатии, о легких родах. Иконе также можно молиться для избавления от тяжелых болезней, особенно если врачи уже ничего не могут сделать. Можно молиться Тихвинскому Лику Богородицы и в том случае, если нужно сделать выбор, принять какое-то важное решение. Образ наставит на путь истинный, защитит от неправильных поступков. Тихвинскую икону хранят дома, чтобы избавить жилище от недругов, непрошенных гостей. В народе говорили, на Тихвинскую ягоду поспевают и птицы затихают. Особенно радовала в эти жаркие летние дни поспевший земляника. В старину считали, что этот день идеально подходит для сбора ягод. Сбором земляники по традиции занимались незамужние девушки, которых в ту пору называли Тихвинские ягодницы. Если 9 июля собрать и съесть много земляники, обновиться кровь, считали... ...